Депутаты окружного парламента рассмотрели 23 вопроса повестки предстоящей 31 сессии. В первом чтении планируется утвердить проекты бюджетов Ненинского округа и Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Ольга Русул расскажет подробнее. Основные вопросы 31 сессии окружного собрания депутатов коснутся принятия в первом чтении главного финансового документа региона. Татьяна Лагвиненко, руководитель Департамента экономики и финансов, доложила. Общий объем доходов окружного бюджета на 2021 год спрогнозирован в сумме 20 миллиардов 960 миллионов рублей. Объем расходов 22 миллиарда 350 миллионов рублей. Основным источником финансирования дефицита является привлечение кредитов в 2021 году на сумму 2,7 миллиарда рублей. Депутаты обратили внимание, что расходы окружной казны отражены не в полном объеме. На полугодие у нас средств хватает. То, что дали рекомендации по секвестированию ряда статей, то они принимаются администрацией. Мы сейчас распределим, конечно, в первую очередь на те расходы, которые у нас недофинансированы, чтобы, по крайней мере, увеличить срок финансирования этих коммунальных и других платежей. Никто не отказывается от того, чтобы выполнить рекомендации. Депутат Наталья Кордакова напомнила, что у вынесения этого законопроекта на сессию предшествовали депутатские общественные слушания. Было проведено 9 заседаний профильных комиссий. На депутатских слушаниях приняты рекомендации. Первое. Принять проект закона округа номер 211 ПР об окружном бюджете на 21 планы перед 23-23 годов с учетом представленных основных параметров окружного бюджета в первом чтении. В числе законопроектов оптимизация расходов на органы государственной власти. Администрации Ненецкого автономного округа рекомендовано уменьшить бюджетное сигнование на 2021 год на содержание органов государственной власти округа. В частности предлагается продлить действия на следующий 2021 год. Первое. Установление понижающего коэффициент 0,8 к денежному содержанию лиц, замещающих госдолжность Ненецкого автономного округа. И второе. Не увеличение расходов окружного бюджета на 2021 год на содержание органов госвласти округа в части фонда оплаты труда государственных гражданских случаях Ненецкого автономного округа. В числе других вопросов поправки в окружные законы о предоставлении жилья по договорам соцнайма о бюджете региона на 2020 год, об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения, наградах и почетных званиях. Прямую трансляцию 31-й сессии собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва можно посмотреть на официальном сайте окружного парламента и на телеканале «Север» 25 ноября в 10 часов утра. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».